Состояние, температура есть, нет, более, при остром состоянии, вот нет, к сожалению, антибиотики, да, иногда нужно применять, когда острое состояние, да, когда вот довели до такого состояния, когда вот уже все, без антибиотиков не справиться. Но в дальнейшем, если вот вышли после антибиотиков, даже если нет у вас никаких симптомов от тита, все вроде хорошо, да, вы занимаетесь восстановлением здоровья ребенка. Это кишечник, лимфа, в первую очередь, и капайте, либо тампончики вставляете в ухо с маслом, который, посчитайте пост, который я писала, все это можете делать сразу после восстановления острого состояния. А если есть сейчас температура, если ребенок не дается дотронуться до ушка, то, ну, я, к сожалению, не могу сказать, что нет, не пейте антибиотики, и все будет хорошо, не зная, опять же, вашего питания. В некоторых случаях можно обойтись без антибиотиков, да, и очень часто, если у вас максимально сырое растительное питание, если ребенок, вы видите, полтора месяца назад уже пропили антибиотики, но это будет повторяться, пока вы не выздоровеете, пока вы не пройдете полностью по пути оздоровления, не маскировки симптомов различными антибиотиками, да, препаратами, а именно пути оздоровления. То есть, ваша основная задача сейчас вывести ребенка, в зависимости от вашего уровня сейчас, на котором вы находитесь, можно использовать антибиотики или нет, но если вы использовали ранее, полтора месяца назад, если использовали антибиотики, если сейчас острое состояние, то, скорее всего, придется еще раз воспользоваться этим путем. А потом заниматься восстановлением здоровья ребенка. То есть, сильно себя не ругайте, вы должны осознавать, как действовать дальше. Давайте, пусть восстанавливаются, детки. Пролистываю много, листаю. Так, посоветуйте, пожалуйста, боюсь сделать операцию по искривлению перегородки носа, но в пазухах все запущено. Полипы и шип без сосудосуживающих нос не дышат. Еще и перфорация барабанной перепонки. Екатерина, опять же, на какой стадии сейчас, в каком состоянии ваш организм сейчас, в зависимости от этого, решайте, что вам делать. Однозначно, вам нужно оздоравливаться, работать с антипаратитарными программами. Очень глубоко, очень длительно. То есть, поочитили кишечник, восстанавливаете флору, работаете с антипаратитаркой. Снова кишечник, снова антипаратитарка. В таком темпе вы должны хотя бы несколько месяцев провести. Потому что это основная проблема. Почему есть и шипы, и полипы в носу. И нос не дышит, да. Операция не выход. Проблема не уберется. Потом все равно будет то же самое проявляться. Либо в каких-либо других местах, там, где слабо. Где тело дает сбой. То есть, это не выход операции. Но, опять же, смотрите, на каком этапе вы находитесь. Иногда оперативный метод вмешательства необходим для того, чтобы вывести человека из острых заболеваний. Можно ли пить кориандр и тмин, если повышена кислотность желудка? Да, можно, но очень дозированно, аккуратно. Параллельно с этим вам бы хорошо. Вы можете, смотрите, вы можете с минской кориандром пить, а следом через 15 минут пить, допустим, настои подорожника. Подорожник и ромашка с календулой. Вот смешать в равных пропорциях этих травы и пить по столовой ложке на стакан горячей воды заваривайте. И вот в сочетании будет хорошо. Если не худею на средние, ем только овощи и фрукты, ни орехов, ни меда, не ем. Уже 3 месяца вес стоит на месте, 70 кг. Почему? Потому что есть определенный гормональный отклик тела. Возможно, вы сыроедили когда-то и резко перешли снова на традиционный вид питания, либо на веганство, даже с обработанной пищей. И сейчас ваше тело вот держит, не отпускает, потому что ждет того стресса, который был. Возможно, не соблюдайте, возможно, смешивайте продукты. Возможно, не соблюдайте режим питания. То есть основной прием пищи должен быть в обеденное время. Вечером только очень легкие фрукты. А вы говорите, меда, орехов не едите. Хорошо. Сколько масел вы едите? Что делали для того, чтобы перезагрузить свою пищеварительную систему? В первую очередь печень. Потому что люди, которые не могут набрать вес, либо люди, которые не могут сбросить вес, даже питаясь только сырой растительной пищей, перезапустите свою печень, почистите ее один, два, три раза. И вот вы посмотрите, как пойдет, набор веса пойдет. Либо снижение веса. То есть наша печень отвечает за обменные процессы в организме. И вам нужно работать с ней. Но есть еще психосоматика. От чего вы защищаетесь? Подушка безопасности. От чего формируется в вашем теле? Почему так тревожно? Почему так страшно за свою жизнь, за эмоции? Не проявить, не показать, не подпустить к себе, чтобы не сделать себе больно? Тоже как вариант. Рассмотрите это. Так, пролистываю дальше, смотрю, стоп. После первой чистки печени по морицам не вышли камни, хотя подготовка по всем правилам. Причина и как чистить печень дальше. Да, Светлана, такое бывает. Бывает, что совсем немножко камушек выходит. Первая чистка печени это такая, можно сказать, подготовительная, к тому, чтобы перезапустить вашу печень. Опять же, для того, чтобы восстановить природные функции. Вторая чистка печени, я вам почти стопроцентную гарантию могу давать, что вон там вот пойдет много желчи выйдет, из тарелы и камушки будут выходить. Поэтому ко второй чистке, если первая, не вышли камушки, ко второй чистке сделайте более длительную подготовку в течение 10-14 дней, так будет лучше. Давайте, собирайтесь на вторую чистку, я вас поддерживаю. Шум в голове от чего, что делать? Антонина, не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю вас. То есть шум абсолютно разные могут быть причины, и нужно смотреть, где-то сосудистая дистония была или нет, что с сосудами вообще происходит, вообще что с организмом, чтобы понять и что-то сказать. Бывает такое, что мы назначаем анализы сделать, когда по нашей симптоматике сложно определить, в чем причина. И тогда уже анализы подсказывают, дают какие-то подсказки. Ну, вот в вашем случае, вот так вот голову по пару слов ничего не могу сказать. Листаем дальше. У ребенка грибок на ногах, на двух ногтях. Ему почти 3 года. В бассейн не ходили. Мы не поедем дома без прививок. Питание 80% среднее. Иногда есть молочка. Как лечить, не знаем. И не поймем, откуда у маленького грибок. Смотрите, у вас был когда-то грибок в вашем материнском теле? Была ли молочница когда-либо? Есть ли налет у вас, как у мамы, на языке? Что вы передали ребенку со своим молоком? Почему сторонники, вернее, противники очищения во время грудного скармливания говорят, что нельзя чиститься, нельзя-нельзя? А что передаем мы все время, когда кормим ребенка грудью? Если ребенок у вас не был на груди, если он был на смесях, то, в принципе, это предсказуемо, что там или иначе, так или иначе, паразитарные проявления будут проявляться. А грибок, да, это один из разновидностей паразитов. Другой вопрос. Ваш ребенок, вернее, не вопрос, а утверждение. Ваш ребенок, как и все, как и наши дети, ползают везде, облизывают, даже в 3 года любят все пооблизывать, да, что-то, ту же монетку, допустим, да, например. И паразитарные курсы, какие вы делали для того, чтобы помочь ребенку? Если слабое место кишечник, если, ну вот молочка присутствует, да, разрастается грибница очень легко, быстро, да. Если мед есть, если много сладкого есть, даже сладких фруктов тоже налегает на них, если неправильно смешиваются с жирами, например. Потому что сочетание жиры и сладость, это просто гремучая смесь для развития грибковых инфекций. Поэтому никакие средние сладости, к сожалению, добра не принесут. Вы можете там побаловаться на день рождения, да, на что-то приготовить, но это очень редко должно быть. Это к слову. А так, 80% средние, это не значит, что тело будет максимально здорово, если вы ему не помогаете. То есть почему, вот был вопрос тоже недавно, что как я отношусь к неполному среднему веганству, да, к разумному веганству. Я хорошо отношусь, если вы помогаете своему телу. То есть если вы проводите раз в год, два раза в год курсы очищения, поддержания организма, восстановление иммунитета, это вот прекрасно, хорошо. Если вам так, если вам комфортно, вот так же, то, конечно, это будет поддерживать ваш организм, организм ребенка в здоровом состоянии. Как лечить? Ну, это внутренние процессы, понимаете, да? Скоро у меня запустится курс для детей, по оздоровлению детей, и хотите, приходите на курс. Если нет, то буду писать в скором времени тоже про грибки и у детей тоже применять рекомендации. Про курсы будет через, позже будет много информации. Это будет мой авторский эксклюзивный курс, который прожит со многими людьми, которые пропустила через свое сердце, которые все, что буду рекомендовать, все пробовали мои дети, и поэтому я полностью, на 100% в этом уверена, в том, что даю. Вот, ну, сейчас вопрос не в этом. Давайте последний вопросик, и я убегаю. Листаю, листаю, листаю. Стоп, вот. И авокадо тоже любит. Сейчас, подождите, вот. Ребенок на груди, у меня грибок, грибка не было. Ага, вот, я как раз, Юля, я попала на ваш вопрос, продолжение. Была молочница, есть грибок у дедушки, видит его примерно один раз в несколько месяцев, делал антипредстарку два раза, любит смузи с бананом, он ест их много. Авокадо тоже любит. Хорошо. Вот хорошо, что делал... А, вы делали антипредстарку, да? Вот сделайте ребенку, хотя бы вот этот пост, который я писала для детей, сделайте хотя бы его. Это уже минимальный такие... Минимум, что вы можете внести в такой вклад в базу здоровья. И с грибком на ногтях. Берете масло хиноки, смешиваете с... Нет, можно даже не смешивать с базой, вы просто наносите на... Втираете в ногтевую пластину, и это будет понемножку облегчать состояние, и вы будете совместно с антипредстарками, которые будете проводить с ребенком, это будет улучшать его внутреннее, да, состояние наполнять его, и вы будете видеть, как динамика, что рост ногтевой пластины совсем другой. Но другой вопрос. Может быть, это и не грибок вовсе, может быть, это все-таки стриптококк дает такую реакцию, потому что изменение ногтевой пластины, воспаление кутикулы, да, может быть и стриптококк. То есть надо знать вас, надо знать анализы, понимаете, да? Все, дорогие мои девушки, сегодня завершаю прямой эфир. Встречаемся завтра, завтра встречаемся в 13.00 по московскому времени. Тоже буду пролистывать, искать, вернее, не искать, а вот где попаду, где остановлюсь, этот вопрос буду задавать. Так будет завтра точно, а потом в следующей неделе будем по порядку. Ну, всего хорошего, доброго всем, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...